всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео я конечно же покажу вам новую свою полочку которую я сделала я в общем создала здесь вот такую зону для отдыха здесь у меня лилии на полочке расположились очень даже красиво смотрится но не знаю как другим но мне очень нравится очень здесь уютно и знаете прямо сидишь и просто релакс получаешь здесь у меня тоже мои буген вилки конечно они все цветут продолжается цветение у них они у меня все лето цветут и вот этот сорт конечно вот обратите внимание силуэт смотрите какая красота такой холодный оттенок имеет и прицветники такие крупные очень крупные вот они вот такие вот ну вообще очень красиво здесь вот у меня оранж оранжевый сорт прям тоже такой насыщенный такой красивый это вот тоже у меня здесь на полочке красивый такой цвет насыщенный дабл пинг кстати поменял окрас у меня он стал смотрите какой яркий красота очень эффектно смотрится а это у меня буген вилка из новых дония называется сорт прицветники тоже очень большие и посмотрите какое обильное цветение то есть не такая ветка вот свисает и вся в цвету здесь у меня тигр тигр red сорт варигатный тоже скоро распустится здесь уже прицветники видно тоже будет красивое зрелище так как а вот это вот варигатность листа и красный цвет прицветников очень эффектно смотрится сейчас я вам покажу сверху как лис какой красивый и здесь вот у меня дабл пинг такой нежно-розовый цвет но вот все зависит конечно от солнца если солнца много и света то у нее получается такой прям ярко розовый цвет вот такая вот у меня полочка получилось в общем готовлюсь я к зимнему периоду сейчас отойду издалека покажу вам как лампу есть конечно же сделала подсветку потому что без подсветки никак но здесь вроде бы окно здесь и солнышко попадает но у нас сейчас дожди погода прям испортилась и прям лампа выручает и причем у меня на каждом окне вот такие лампы дневного света установлены то есть вечером я включаю чтоб растением было светло вот такой пейзаж ну и конечно клеродендрум томпсона шикарно смотрится очень эффектно цветет цветение у него тоже очень долго держится то есть у него даже если вот эти красные цветочки которые вот они виднеются если даже они опадают то вот эти белые предсветники они довольно таки долго держатся и создают вот такой декоративный красивый вид очень нравится мне вечером я сегодня специально дождалась вечера чтобы снять и показать вам как смотрится вечернее время подсветка с растениями с полка ну директор оранжерея тоже решил немножко попасть в кадр сидит на диванчике под фикусом говорить всем привет и вот на втором окне у меня тоже здесь лампа дневного света и здесь тоже у меня стоят бугенвили которые тоже вот набирают цветные предсветники зацветают ну это тоже махровый сорт вот дабл пинг ну она хорошая цветунья такая очень я вот здесь вот ее как бы аркой такой сделала намотала ее и она кстати очень красиво смотрится и вот она дала везде побеги боковые и предсветники цветные выпустила то есть когда когда зацветет я обязательно сниму покажу ну вот такая зона отдыха у меня получилось здесь правда еще не хватает кофейного столика но скоро он будет хочу показать как у меня разросся папоротник за лето смотрите листья сочные зеленые очень хорошо он выглядит я его каждый день немножко опрыскиваю папоротник все-таки любит влажность воздуха красавец и здесь у меня стоит гордения у нее тоже пошел новый рост такой знаете очень очень большой кустик листочки все хорошие но это мой филадендрон который я недавно купила и он кстати очень хорошо адаптировался он у меня уже здесь выпустил посмотрите лист лист новый уже раскручивает представляете как быстро то есть ему место жительства понравилось но он конечно выглядит шикарно листья такие блестящие но я их ничем не натираю это просто у растения такие листья сами по себе красавец я давно мечтала конечно такое растение приобрести и вот наконец то это моя мечта это моя мечта сбылась но он у меня по соседству с шифлерой находится со своей родственницей так как его еще называют филадендрон шифлера и они в принципе хорошо очень сочетаются и хочу показать свою монстерочку у меня их две вообще я их как-то пересаживала в горшки 50 литровые но потом перед тем как занести в дом я все-таки решила я их посадила в одно кашпо и видите получилось вообще очень хорошо и компактно вроде как потому что два горшка на 50 литров это нужно было куда-то поставить это значит кому-то не хватило бы места а зимовать нужно в хороших условиях как вы видите у меня можно сказать джунгли давайте пройдемте на мою не знаю как сказать здесь у меня такой выступ просто с витражными окнами здесь у меня находится стефан стефанотис бугенвилия ну и конечно же еще много растений там адениумы у меня стоят возле окна антуриум 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 кстати чувствует себя превосходно цветет у него там еще появляются цветочки здесь вот у меня плюмбага расположилась что-то она так решила кивнуть ну бюгенвилия конечно же красотка видеть какое шапочное цветение это сорт вера де порпур но это моя большая полка она останется здесь но здесь конечно добавится растение потому что у меня еще растений много находится на веранде еще здесь красандра красотка она у нее угомонная она прям радует глаз своими цветами вот именно таким ярко-оранжевым цветом поднимает настроение ну настроение всегда есть в принципе но все равно радует глаз и здесь мои одеши они у меня заложили все бутоны все на бутонах собрались цвести семена зреют стручок такой покрывается видите таким красноватым оттенком в общем все хорошо и хочу показать свой спатифилум он у меня так разросся очень сильно смотрится конечно очень хорошо очень украшает комнату этот спатифилум тоже у меня цветет тоже листья такие но этот сорт немного другой я уже говорила у него ароматные цветы имеют такой аромат сладковатый ну и хочу конечно показать свои орхидеи посмотрите как они украшают окно очень так знаете нарядно празднично смотрится красивое растение конечно и даже не верится что где-то оно растет просто в природе и покажу свой заферантес вот он опять у меня в цвету да столько много цветов очень нежно смотрится из-за того что у него листья такие тоненькие такие изящные вот такие огромные цветы у меня кстати еще кустик стоит на улице он тоже весь в цвету ну это здесь такая у меня комнатка гладильная и у меня здесь конечно тоже все в цветах здесь у меня эсхинантус красавец и здесь тоже еще 2 эсхинантус и конечно же и угомонные абутилоны они тоже цветут бесконечно это ванильный абутилон посмотрите какая красота я его решила вырастить побольше вот такое вот хочу деревца такое мне просто нравится его цветы просто они такие крупные и такой нежно молочный цвет ну просто супер в общем хотела показать вам полку и освещение а сама еще пробежалась по своим растениям просто ну никак не могла вам их не показать просто такая красота я говорю что очень радует прям их нет цветения поднимает настроение и даже если на улице дождь идет и погода пасмурная а дома просто какое-то знаете такое солнечно так знаете тепло растения просто нет слов ну вот такие цветочные новости получились увидимся в следующем видео